Всем известен холодильник Toshiba GL40R и его основная проблема. Через некоторое время намерзает лед в испарителе овощного отделения. Холодильник перестает морозить и приходится его размораживать. Что нам необходимо сделать? Прежде всего разобрать, снять вот эти крышки, открутить. Добраться до задней стенки, в которой стоят вентиляторы. Один вентилятор гонит холодный воздух с испарителя на морозильную камеру. А другой вентилятор гонит холодный воздух в овощное отделение и в верхнее отделение холодильной камеры. Снимаем эту крышку и вынимаем крышку. В этой крышке мы видим два вентилятора. Один вентилятор, как я говорил, отвечает за морозильную камеру. Другой за овощное отделение и верхнюю камеру. Вынимаемый тот, который отвечает за овощное отделение. Вместо него ставим обычный вентилятор от компьютера блока питания на 12 вольт. Вырезаем его таким вот образом и он отлично установится в то посадочное отверстие, где у нас стоял старый вентилятор. Два провода нового вентилятора мы подсоединяем к одним проводам от старого вентилятора, но к двум. Так как у нас старый вентилятор питался переменным напряжением или импульсным на 5 вольт, используем только два провода. Подключаем сюда этот вентилятор, закрепляем его теми же саморезами, которыми закрепился старый вентилятор. Вы видите старый вентилятор, он имеет три провода. Мы используем только два. Откручиваем заднюю крышку холодильника, добираемся до контроллера. На контроллера вы видите разъем, вот этот разъем. Мы обрезаем эти три провода, которые шли на старый вентилятор. Можно их просто заизолировать. На самой колодке. А те провода, которые подходили, мы подсоединяем к блоку питания на 12 вольт. И он у нас будет крутиться постоянно. Ну, японцы очень толковые ребята. Через некоторое время, если в таком состоянии у нас будет работать холодильник, то холодильник начнет выдавать на табло ошибку. Ошибка эта означает, что внутренний вентилятор овощного отделения не работает или заклинил. И требуется его замена. Для того, чтобы обойти эту ошибку, мы просто берем, подключаем к этому контроллеру старый вентилятор. На старый вентилятор ставим металлическую крышку за компрессором. Для этого в этой крышке мы делаем отверстие. Переворачиваем вентилятор, крепим его. Этот вентилятор большего размера и его крыльчатка выступает за пределы крышки. Тут для того, чтобы защитить эту крыльчатку, ставим корпус под компьютерного старого вентилятора с защитой. Таким образом, предотвращая заклинивание этого вентилятора в случае, если что-то попадет. Потом вентилятор начинает включаться сам по себе, когда ему захочется. Одновременно это и обдув компрессора, и охлаждение. Но после такой переделки, вразильная камера и овощная камера работают прекрасно и не замерзают. Советую всем.